Евреи борьбы С сегодняшнего дня мы начинаем передачу Евреи борьбы. Вообще идея этой передачи возникла у меня давно, в 2009 году, и я ее тогда осуществил. Все началось с мелочи. Я снимал свадьбу, где мне молодые наши русскоязычные люди стали доказывать, что из Советского Союза всегда легко было уехать, и проблема была только с Соединенными Штатами Америки. Но тут я уже не выдержал и решил, что пора немножко рассказать об движении отказников, о том, как боролись за выезд. Это было далеко, далеко не так легко, как им казалось. И я начал тогда эту передачу исключительно со своими воспоминаниями, то, что я помнил, так как я был какое-то время вовлечен в это движение. Но потом, когда я стал копать все глубже, глубже, тут выяснилось, что, к сожалению, я еще должен сказать, что я к тому времени потерял связь со всеми своими друзьями-отказниками, особенно те, кто уехал в Израиль. И тут вдруг выяснилось уже по ходу нашей передачи, что, той передачи в 2009 году, что, оказывается, Юрий Кашировский написал книгу «Мы снова евреи», где великолепно проделал огромнейшую работу и показал абсолютно от начала до конца весь этот тяжелый путь. Вот вопрос ведь стоит до сих пор непонятно. Ведь нас, борцов за выезд из Советского Союза, ну, может быть, было максимум 10 тысяч на территории всего Советского Союза. И та страна с таким опытом, многомиллионным опытом уничтожения людей, как они это пропустили, вот до сих пор это остается загадкой. Но мы будем это анализировать и по ходу нашей программы выяснять, как же все это получилось. И вообще, оказалось, я нашел очень много книг, вот теперь вот великолепная книга, вот когда я был в Израиле последний раз, я встретился с Зейвом Гейзелем, талантливый высшим человеком, который, к сожалению, его мало кто знает, а он необыкновенно талантливый. Вы знаете, что начнем с того, что он из Жданова на Украине, теперь это, наверное, Мариуполь. Он учился в физико-математическом интернате при МГУ, победитель многочисленных всесоюзных математических олимпиад. Принимал участие в деятельности системы школьного математического образования в Москве. Закончил МИИД по специальности прикладная математика. Учился в аспирантуре Института физики Земли. Ну и где-то вот он уже чуть-чуть позже пришел в еврейское движение. С начала 80-х годов он стал активно участвовать в сионистском движении, так как человек, как вы понимаете, необыкновенно талантливый. Он очень быстро изучил иврит, стал преподавать иврит. Был он первый председатель такой Игуатха Морим, подпольного союза преподавателей иврита в СССР. Я обязательно с ним свяжусь и он обязательно будет, мы с ним возьмем интервью и будет участвовать в этой передаче. Но тут есть еще много интересного. Вы знаете, что он написал ряд книг. И в первую очередь это политические структуры государства Израиль. Он был долгие годы, с 96-го по 99-й год советником премьер-министра Израиля Натаньяго по алие абсорбции и контактам с Восточной Европой. Ну и самое интересное уже другое, естественно, так как это необыкновенно теплый, порядочный, добрый человек, то в политике он не мог существовать. И в Кнессет он не прорвался, и я очень рад за него по этому поводу. Он математик, он занимается своим делом. Но он очень интересный. Он перевел все песни Шаинского на иврит. Причем Шаинский участвовал в его программах. Он пел их на иврите, и Шаинский ему аккомпанировал. Он переводит... Ну, я не знаю, там, опять же, все это, наверное, очень громко сказано. Он перевел очень много песен Высоцкого на иврит, и тоже сам же их исполняет. Их можно даже найти на Ютубе, к сожалению. Жалко, что он там, и что мы далеко друг от друга, потому что запись оставляет желать лучшего. Я бы, конечно, сделал намного лучше. Ну и уже потом появились... Это я просто... Вот это источники... Сейчас это будет более расширенная программа, чем она была в 2009 году. Потом в те годы уже я связался с Юликом Кашировским, который написал книгу «Мы снова евреи», который тоже постоянно выступал в нашей передаче. К сожалению, его уже нету в живых. Он трагически погиб в 2014 году. Ну и уже тут появилось... Я нашел много книг. Иосиф Менделевич – это человек, который был вот в группе, которая якобы пыталась захватить самолет. Иосиф Бегун, Владимир Слепак – все они написали книги. И очень интересно, вы знаете, вот обязательно я коснусь этой темы. Это Геннадий Костырченко такой есть, автор. Я не знаю его вообще, но он написал книгу «Тайная политика Сталина», где очень интересно рассказывается и очень познавательно об антисемитизме в период правления Сталина. Там, значит, тоже очень есть много интересных материалов. Вот на базе этих всех книг и материалов я буду вести свою передачу. Ну, конечно, будет что-то мое, то, что я помню. И не знал ни Кошеровский, ни Гельзин, ни Менделевич, ни Бегун. У каждого была своя жизнь, свои проблемы. Ну, начну я с самого начала, потому что теперь я понял, что... Опять же, когда тогда я начал с того... С Якова Казакова, который сейчас Яков Кедми, я хочу сказать, что тогда у нас, когда я сидел в отказе, это была какая-то, ну, просто фантастическая история. Все восхищались, как он уехал из Советского Союза. Ну, теперь я имею, честно говоря, я не имею доказательств, но имею свое мнение на этот счет. Поэтому, ну, когда-нибудь мы до него дойдем тоже. Ну, а начнем с самого начала, с глубокой истории. Вы знаете, что когда, опять же, вот я, слава Богу, не учился в тот период, когда в школах и институтах изучали работы Сталина, но прекрасно помню знаменитое сталинское выражение, что когда он говорил о евреях, он говорил так, что у них нет ни единства территории, ни языка, поэтому это не нация. Однако, жизнь показывает абсолютно другое. Налицо единство национально-исторического создания. И это единство продолжается уже более 4 тысяч лет. И евреи чуть ли не единственный народ, сохранивший это единство на протяжении столь длительного срока. И начало около еврейской истории все описано в Библии. Еврейское название Танах – книга, которая повлияла на судьбу всего человечества больше, чем любая другая книга. Библия сохранила имена первых евреев династии, начинающихся с Авраама, примерно это где-то 1800-1900 лет до нашей эры. Его сына Ицхака, внука Якова, их жен, детей, хронологию их жизни, описание рождения, похорон. И самое интересное, вы знаете, что большинство из этих наших праотцов было похоронено в пещере Маарат, а Махпела в Хевроне. Вот я был в прошлом году. Еще я могу сделать легкую рекламу. Если кто-то когда-то пожелает организованно поехать в Израиль, то организация Хаббат организовывает фантастические поездки. Это запоминается на всю жизнь. Таких экскурсий, даже если вы поедете одни и будете хорошо изучать, очень трудно подобрать такой спектр, такое разнообразие экскурсий. Да, там много экскурсий на религиозные темы, но, повторяю, очень трудно самому додуматься, найти эти темы. Великолепные экскурсоводы. Ну, все, конечно, на английском языке. И вы понимаете, что там что восхищает, приезжают люди. Вот у нас было, когда я поехал, наверное, было где-то 5-6 тысяч евреев из Соединенных Штатов Америки, из разных городов. Там 23 или 24 автобуса нас возили. Каждый ехал в разные места. Великолепные гостиницы, великолепное питание. Все было на самом высоком уровне. И, ну, кто-то говорит, что это дороговато, но поверьте мне, что это стоит всех денег. Значит, эта поездка стоит каждый цент, который вы потратили. Но давайте вернемся к евреям. Вот евреи в тот момент, вот в эти древние времена, сохранили материстическую веру. Они соблюдали доктрину единобожия, вот несмотря на то, что в те века царило, так сказать, идолопоклонство. Эта вера или религия, называемая на европейских языках иудаизмом, сыграла двоякую роль в истории евреев. Для евреев она была тем стержнем, вокруг которого были построены мораль, культура, эстетика, быт, национальное сознание, осмысление прошлого отношения к настоящему, надежды на будущее. Даже самые антирелигиозные исследователи соглашаются с тем, что нет еврейской истории вне еврейской религии. Для другого окружающего населения вокруг евреев она была сначала предметом насмешки, затем философией. Вы посмотрите, две крупнейшие религии мира, христианство и ислам возникли в тесной связи с иудаизмом. Причем христианство первоначально как еврейская секта. А вот за тем объектом, кстати, за тем объектом ожесточеннейших преследований. Название религии иудаизм, кстати, сами религиозные евреи этим термином практически не пользуются. Происходит от имени Ягуда, одного из праотцов древней династии четвертого сына Якова. В несколько более поздние времена, примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры, в результате исторических катаклизмов, войн, завоеваний и переселения народов, его потомки, составляющие где-то около 10% общей численности евреев, оказались самой крупной группой из уцелевшей части еврейского народа. В связи с этим самоназвание евреев Ягуди, то есть потомок Ягуды, хотя и не все евреи его потомки, кстати говоря. Многие еврейские общины мира называются Израиль. Русская транскрипция имени Исраэл. В Танахе часто используется выражение «дети Израиля» и «дети Якова» применительно ко всем евреям. Принятое в русском языке название «еврей» также упоминается несколько раз в Танахе «еври» и имеет неясную этимологию, скорее всего, означает «пришедший с другой стороны». Отсюда же происходит название еврейского языка «еврит». В период с III по XIX век этот язык почти не использовался как разговорный. Да, на нем писалась религиозная литература, немного научная, но кроме молитвы он не использовался. И он был возрожден только в XX веке. И вот что интересно, что даже несмотря на все изменения, можно сказать, что это в общем все тот же древний иврит, поскольку современный израильский ребенок совершенно спокойно читает Танах без перевода. Разговорными же еврейскими языками были в эти века полностью или частично вышедшие сегодня из употребления арамейский, ладино и идыш. Конечно, очень жаль, что идыш сейчас практически умер, но что делать, вот такова жизнь. Да, древняя еврейская история распадается на несколько периодов. После эпохи праотцов, которые жили на территории современного Израиля, евреи на долгий срок, более 200 лет, они оказались в Египте, где попали в рабство, а затем примерно в XIII веке до н.э. под руководством Моисея ушли из-под власти фараона и более 40 лет скитались по пустыне. Они вернулись в свою страну. События этого периода оставили грубокий след в еврейской истории. Египетское рабство от отца к сыну. Рассказ начинался словами «Рабами мы были у фараона в Египте». Ну, это знают практически все дети. Обитованная земля, куда было обещано вернуться, исход, активное освобождение, не говоря уже о Синайском откровении. У горы Синай точное расположение, которое до сегодняшнего дня неизвестно. Все эти понятия имеют центральное значение в национальном мировосприятии. В земле Израиля евреи первоначально жили племенами, а затем, где-то IX век до н.э. объединились в единое государство, во главе которого стоял царь Саул. Государство достигло своего расцвета при жизни двух следующих царей – Давида и Соломона. Царь Соломон построил в Иерусалиме храм, воспоминания о котором и пророчества о восстановлении которого до сих пор являются исключительно важными в еврейской литургии и философии. Весь исторический период с X по VI век до н.э. называется период первого храма. Однако в конце его правления, где-то X век до н.э. страна раскололась на две – Южное царство со столицей в городе Иерусалим и Северное царство со столицей в Шамроне – Самария. Оба государства просуществовали несколько столетий, но в конце концов впали. Северное было разрушено ассирийцами в VIII веке до н.э., а Южное – вавилонянами в VI веке до н.э. Причем уцелевшие евреи были угнаны в плен. Вавилонское пленение было короче египетского. Через 70 лет завоеватель Вавилона царь Персий Кир разрешил евреям вернуться в свою страну и восстановить Иерусалимский храм, второй храм, по имени которого называется эпоха последующих 500 лет еврейской истории. Однако этим разрешением на выезд воспользовались только 42 тысячи евреев. Ну, все как в Советском Союзе. Большинство предпочло остаться в Вавилоне и положило начало, кстати, существующей до сих пор, практически до сих пор, персидской, так сказать, иранской еврейской общине. И хотя затем репатриация увеличилась, Иерусалим был восстановлен, жизнь в родной стране начала упорядочиваться, но никогда более не было в истории ситуации, когда весь еврейский народ жил в своей стране. И страна более не получала надолго абсолютной независимости до 20 века. Античность началась для евреев с элинов, точнее, с Александра Македонского, завоевавшего в IV веке до н.э. Иудею, и установившему в ней свой протекторат. Благодаря гибкости, дипломатичности, уму, он удостоился исключительного уважения в еврейской традиции. Это нельзя сказать потом о его наследниках. В конце III века до н.э. Иудея перешла под контроль селевкидов, правящей династией греко-сирийского царства. Их попытки насильственной эллинизации привели к маковейским войнам. Первая из них 167-164 год до н.э. Наверное, это является первым из известных нам национально-освободительной войны в истории человечества. В этот же период оформился политический союз иудеев с Римом, закончившийся, конечно, естественно, римской оккупацией страны во времена Помпея и упразднением еврейской автономии. Евреи раз за разом поднимали восстания против римских легионов, восставшие добивали значительных успехов, из Рима посылали все большую армию в это, читали в литературе художественной, и все громче раздавались на латыни голоса, требовавшие уничтожить сам источник постоянной политической смуты и философской ереси. Во время самого крупного из восстаний, иудейской войны 1967-1973 годов, когда погибло около миллиона евреев, треть населения страны, будущий император Тит разрушил Иерусалимский храм. Единственная уцелевшая его часть – это западная стена, Котель Маарави, которая сохранилась до нашей дни, и мы ее обычно называем «стеной плача». Восстание Бар-Кохбы 132-135 года привело спустя 700 лет после разрушения первого храма и восстановления независимости, но и оно закончилось не только гигантской методической резнёй, устроенной хозяевами античного мира, но и геополитическими последствиями, имевшими исторический характер. Евреи были изгнаны из Иудеи, и им под страхом смерти не разрешалось вернуться в страну. Леса были сожжены, Иерусалим был разрушен до основания. Более того, с римской педантичностью было запрещено употреблять название страны Иудея. По имени исчезнувшего народа филимистян, официальные источники стали называть ее Палестина. Иногда Сирия-Палестина – название, сохранившееся и до наших дней. Даже после этого в Иудее оставались еврейские общины, так как еврейское присутствие в стране никогда не прерывалось. Однако с тех пор уже большая часть еврейского народа проживала вне Эрец-Исраэль. И можно сказать, что с этого момента, примерно на 1800 лет, еврейская история протекала в основном вне еврейской земли. Что было в средние века? Можно было предположить, что с потерей государственной независимости, видимости автономии, а потом и просто физической связи с землей, и существование евреев как народа прекратится. Однако этого не произошло. Рассыпанные крупными и мелкими общинами по обломкам Римской империи, евреи продолжали жить единой национальной жизнью, осознавая себя как единый народ. Римская империя рухнула, за ней Византия, но еврейская жизнь не останавливалась. В западном мире победил крест, в восточном полумесяц. Христианство всегда болезненно переживало свое еврейское происхождение. Будучи не в силах теологически объяснить феномен сохранения евреев, христианские смирители пытались разрешить его физическими методами, инквизиции, массовыми изгнаниями, насильственным крещением и так далее. Евреев изгоняли из Испании. Самое знаменитое тотальное изгнание 1492 год навсегда осталось в еврейском национальном сознании. Их изгоняли из Англии, Португалии, Англии. Общины вырезались и во Франции, и в Германии. Ну, конечно, не отставало от цивилизованного мира и Россия Ивана Грозного. Не было обвинения, которые не возводили бы на евреев для оправдания расправ над ними. Отравление колодцев, распространение чумы, употребление крови христианских младенцев, порча скота, сатанинское колдовство, вредительство дела крестовых походов и тому подобное. Тут даже все не вспомнишь. Создание закрытых еврейских кварталов, гетто в европейских городах было, скорее всего, благом, ибо позволяло хотя бы меньше попадаться на глаза окружающему населению, и поэтому, возможно, подольше оставаться в живых. В то же время исламский мир в тот момент проявлял куда больше терпимости, в особенности в эпоху собственного расцвета. От Багдада до Кордовы евреи создавали свои общины и центры учености, хотя и здесь не обходилось без периодических погромов и постоянных унижений, но до зверств христианского антисемитизма было далеко. Ну, у нас время подходит к концу, дальше я уже буду продолжать на следующей неделе, но вот этот вот краткий экскурс в историю еврейского народа, мы сейчас будем это продолжать. И дальше вот самое интересное, это нам дойти до эпохи просвещения, потому что вот с этого начинаются вот именно все те проблемы, которые уже имело и наше поколение, когда постепенно евреи начинают отрываться от своих корней. Вот, к сожалению, вот все эти люди и Юлик Кашировский, и тот же Юлик Эдештейн, который сейчас является спикером Кнессета, и Гейзель. Все мы, ну и мы, все наше поколение было настолько оторвано от еврейства, что мы не знали вообще ничего, ну, о языке я молчу, тут язык это вообще такая вещь, что ведь в Советском Союзе язык был запрещен с 1918 года, и за это сажали в тюрьму, сажали беспощадно. Но об этом мы будем говорить позже, и сейчас мы где-то потихоньку подходим к эпохе просвещения, о которой я буду говорить уже в следующей передаче. Большое спасибо за внимание, ну и я надеюсь, что вы будете участвовать в этой передаче, что каждый будет, ну уже когда подойдет дело к Советскому Союзу, там каждый будет делиться своими воспоминаниями. Субтитры создавал DimaTorzok